Подростковый рэкет. Старшеклассница одной из школ Мелитополя пыталась обложить данью ученицу младших классов, угрожая убийством. Так заявляют родители пострадавшей. Вот только с их версией согласны не всем. Что же на самом деле произошло, разбирался Сергей Бордюжа. Сегодня мама шестиклассницы Дианы дочь в школу не пустила. Говорит, девочка боится туда ходить из-за шантажа и угроз восьмиклассницы Влады. Та требует у нее деньги. Звонит почти каждый вечер. Мне говорили, что за окном стоит маньяк, он хочет тебя убить, всю твою семью убить. Говорили, что деньги ты нам должна каждый день по 10 гривен в школу приносить. Угрожали мне. В подтверждение слов дочери Анжела Гладкова демонстрирует аудиозапись разговора подростков. Рассказывает, запугиваниями занимаются две девочки и мальчик. Что вы от меня просите? Каждый день на протяжении недели приноси в школу по 10 гривен и отдаешь влаги. Не говоришь зачем. А если я не принесу? Ни денег нет тебя. Мама Дианы говорит, уже жаловалась на обидчиков дочери руководству школы. Впрочем, это мало помогло. На следующий день нам позвонила мама, представилась Ирина. Сказала я мама Глеба. Он один из участников вымогательства. Она попросила извинения, сказала, что она виновата, что они не усмотрели, что не примут меры. Но несмотря на это, рэкет не прекратился. У Дианы продолжают требовать деньги. В школе, куда съемочная группа подробностей пришла за комментариями, нам заявили следующее. Мы не будем переносить конфликт улиц. Это наши дети, но они живут на улице и у них неприятности очень много лет на улице происходят. Понимаете? На сторону старшеклассницы, которую обвиняют в вымогательстве и запугиваниях, встал и классный руководитель. Поведение там хорошее, даже можно сказать примерное. Вот я их веду в 5, 6, 7 и 8 класс. Она хорошистка. Поговорить с родителями старшеклассницы удалось только по телефону. Мать девочки называет все выдумками и клеветой и обещает нанять адвоката. Нет, это было единоразово. Дети получили выговор от участковых. С ними проведена была беседа. Но то, что написано было систематически, создала банду и постоянно угрожает ее семье. Вот за это, за это она ответила. Тем временем семья девочки, которую пытались обложить Данию, уже написала заявление в полицию. Там пообещали разобраться. Займять дело, говорит мама Дианы, она не даст. Если будет нужно, пойдет и в прокуратуру. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности телеканал Интер. Запорожская область.